The Emperor has been expecting you. Аэробус А380, главного конкурента Боингов на Евразийском континенте, и это при том, что размеры звёздного разрушителя огромные, и он имеет почти в 20 раз большие размеры по сравнению с большинством авиалайнеров когда-либо построенных на Земле, и даже если не учитывать вооружение и сложное оснащение, устанавливаемое на космические корабли Галактической Империи, производство звёздных разрушителей оподится почти в 40 раз дешевле, чем наших земных самолётов. Как это возможно? Ну, конечно, самой первой, приходящей в голову причиной будет то, что авторы вселенной Звёздных Войн скорее всего не были знакомы с конъюнктурой рынка космических кораблей и указали в справочниках явно заниженную цену, но это объяснение, которое мне приходит в голову, если смотреть на технику Звёздных Войн в контексте реальной жизни. Если же рассматривать данный вопрос более скрупулёзно, то нетрудно найти и другое, причём вполне логичное объяснение. Очевидно, что дело в данном случае в огромных масштабах автоматизации труда и построении грамотной логистики. Так же, как изобретение Монфактур в реальной жизни смогло ускорить производство товаров в десятки, а то и в сотни раз, вполне может быть, что в эпоху Палпатина, а судя по видео вставкам из Сево Тор, хотя и в меньшей степени ещё в эпоху Дарта Ревана и Вишейта, некоторые организации перешли на новую, совершенно иную тактику создания томаров массового, а также военного потребления. Корабли строились прямо в космосе, в огромных автоматизированных верфях, а ресурсы для их создания свозились со всех концов галактики. Простейший вид работ, как вы уже догадались, исполнялись дроидами и промышленными роботами, а в качестве специалистов Империя совершенно не гнушалась использовать научных сотрудников, стоящих чуть ли не на уровне рабов. И это, если ещё не упоминать самых настоящих рабов, десятки миллионов которых были использованы в качестве говорящих орудий. Как мы знаем, имперское правительство во главе с Палпатином обещало покончить с рабством раз и навсегда, и Дарт Сидиус не раз обсуждал этот вопрос со своим учеником Дартом Вейдером. Но речь в данном случае шла лишь об освобождении рабов-людей, а вот о судьбах геоназийцев и вуки Император как будто забыл, используя их бесплатный труд в своих целях. Если же говорить о цене в рублях, то используя упомянутый выше способ расчёта и принимая во внимание курс рубля на май 2017 года, стандартный звёздный разрушитель стоит примерно 13 миллиардов рублей, что, кстати, примерно в 20-30 раз меньше, чем предполагаемая стоимость проекта 23000 шторм, проекта перспективного российского многоцелевого тяжёлого авианосца, разработанного в Крыловском государственном научно-исследовательском центре. А учитывая скромные по сравнению со звёздным разрушителем размеры этого авианосца, мы можем хоть очень расплывчато, но всё же сказать о том, что эффективность верфей Галактической Империи, если бы она существовала в реальности, превышала бы эффективность верфей Российской Федерации почти в 300 раз. Я в этой теме не эксперт, и информацию про авианосец я взял в открытом источнике, на Википедии, но я думаю, что любой эксперт подтвердит, что разница является колоссальной. И это если ещё только говорить о цене строительства. А учитывая, что в реальности на постройку одного тяжёлого авианосца такого класса уйдёт в 8-10 лет, а в звёздных войнах за 20 лет было построено более 25 тысяч звёздных разрушителей, эффективность и масштаб производства во вселенной Star Wars является действительно невообразимым. А каковы ваши мысли по этому поводу? Пишите об этом в комментариях. Также напишите о том, по какой же причине по-вашему Имперские Верфи были столь эффективны. Изобрели ли учёные далёкой-далёкой галактики какой-то свой, доселе невиданный тип конвейера или же всё дело было в обычном использовании десятков миллионов рабов и дроидов. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Если ты считаешь, что оно получилось интересным, то не забудь поставить лайк. Ну а если ты на моём канале в первый раз, то подпишись, ибо всего за год его существования мною было выпущено около двухсот видео по Звёздным Войнам и другим фантастическим вселенным. И именно твоя поддержка, лайк и комментарий, а также твой репост ВК мотивирует меня творить. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила всегда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok